В Елабужском институте КФУ прошла региональная научно-практическая конференция «Ислам в Нижнем Прикамье». Мероприятие было посвящено 170-летию официального признания мусульманской общины Елабуги. Заседание началось с приветственного слова директора Елабужского института КФУ Елены Мерзон. Задача ученых – скрупулезно изучать как фундаментальные проблемы истории, так и микроисторические процессы, историю регионов, краев, малых городов. Этим и вызваны наши сегодняшние конференции. Нынешние конференции мы делаем первые подходы к новой для нас теме – исламоведению. Возможно, материалы таких конференций будут полезны учителям школ, которые ведут учебный предмет основы религиозных культур и светской этики. Они, несомненно, будут стимулировать интерес к теме ученых-краеведов и молодых исследований. Участниками мероприятия стали ученые и специалисты Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ, Института истории имени Шагабудина Марджани, Академии наук Республики Татарстан, Елабужского института КФУ, Национальной библиотеки Республики Татарстан, краеведы и работники музеев Елабуги, Чистополя, набережных Челнов, Мамадыша, а также учителя истории, татарского языка и литературы, средних общеобразовательных школ города и района. Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали священнослужители, в их числе имам Мухтасип Елабужского муниципального района Халим Хазрат Шамсуддинов. Доклады участников раскрывали различные темы. История возникновения Махали в Елабуге, биографии выдающихся деятелей мусульманского мира данного региона, социологические исследования по теме возникновения и распространения ислама. Религиозная обстановка в Нижнем Прикамье в эпоху Волжской Болгарии и Улу Саджучи. Так звучала тема исследования профессора кафедры татароведения и тюркологии Института международных отношений истории и востоковедения КФЛУ Гамирзана Давлетшина. В своем докладе Гамирзан Мергазянович доводит до участников конференции историю распространения ислама в Нижнем Прикамье, о его особенностях, о тех добродетелях, которыми характеризуется традиционный ислам. Результаты исламизации государства были огромными. Строятся многочисленные города, развиваются ремеслы и торговля, развивается мусульманская культура, статус религиозных деятелей достигает до небывалой высоты по своему влиянию соперничая со светскими правителями. Виктор Белов, краевед, председатель Елабужского отделения Русского географического общества, выступил с докладом «Генеалогия рода Шигаевых», где он рассказал о своих исследованиях истории семьи известного в Елабуге человека, ветерана Елабужского института, кандидата экономических наук Гаяза Габдуловича Шигаева. Предком его в 51-м поколении является достаточно широко известный Абу Бакар Ас-Сибирь, который родился в 6-м веке в 572-м году в нашей эфире, и который являлся достаточно близким родственником правительственного правительства. В частности, народ был женат на одной из его почерей. По словам самих участников, они были удивлены как количеством, так и содержанием представленных на конференции докладов, что говорит о актуальности темы мероприятия. «Конференция мне очень понравилась. Здесь вот синтез науки и краеведения. Науки академической и науки, которые формируются на местах энтузиастами. Притом, мне даже более интересны были доклады людей, которые, ну вот так вот, как энтузиасты, занимаются научным поиском и изучением малой Родины. Актуальность изучения ислама – это, конечно, ценность. Это выстраивание внутреннего «я», откуда мы, что мы, что за собой несем. И в любой культуре, ядро культуры является именно религия, в которой, даже если мы атеисты, все равно мы воспитаны в тех ценностях, которые заложены в мировых религиях». Участники конференции единодушно отметили необходимость продолжения исследований в данной теме. Екатерина Саибель, Айдар Салихов, пресс-служба Елабужского института КФУ, специально для Универ-Ньюс.